Через Каспий в Европу. Уже в конце следующего года, возможно, первый груз морем отправят с паромного комплекса Курык, что в 100 километрах от Актау. Мощность перевалки составит 4 миллиона тонн паромных грузов в год. Это один из пяти крупных инвестиционных проектов компании «Казахстан-Семержилы», реализуемый в рамках программы «Нурлежол». О других не менее значимых планах и в целом транзитном потенциале страны в следующем материале. 250 постоянных рабочих мест будет создано, когда заработает порт Курык. Сейчас полным ходом идут строительные работы. Кстати, материал к площадке доставляют по новой железнодорожной линии Боржахты-Ерсай. Она также входит в программу «Нурлежол». Еще строят второй путь участка Алматы-1-Шу протяженностью 111 километров, новый терминал аэропорта Астаны. Особый акцент сделан на комплексном развитии специальной экономической зоны «Харгос-Восточные ворота». Пока создают региональный транспортно-логистический хаб, нацкомпания наращивает объемы транзитных перевозок. Доходы от них уже составили 170 миллиардов ценьги. Планируем сегодня расширять свои компетенции и в других стратегически важных регионах, таких как Персидский залив, Балтийское море, Индия, порты Индии, Пакистана. И сегодня мы прорабатываем все эти проекты с целью, с единственной целью привлечь транзитные грузопотоки через территорию Казахстана. Стоит отметить, что за последние 6 лет построены 1700 километров новых железнодорожных линий, которые с лихвой окупают себя. Всего за один год эксплуатации по новым линиям Жирскатган-Бенил и Аркалык-Шубарколь перевезли 10 миллионов тонн груза, что значительно больше плана. Обновили и технику более тысячи локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. А вот собственных сотрудников пока продолжат отправлять в отпуска без содержания. Руководитель компании Оскар Мамин пояснил, что эта мера вынужденная и позволит сохранить более 5000 рабочих мест. Главную задачу мы для себя ставили сохранить рабочие места, потому что в такие периоды, неблагоприятные экономические периоды, конечно же, лучше иметь стабильное рабочее место, пусть может быть и с сокращенным рабочим днем, но знать точно, что ты за свой труд получишь заработную плату. Поэтому мы пошли на эту меру и решили именно в пользу вот такого подхода. Сейчас пассажирские поезда КТЖ курсируют по 125 направлениям. Их количество продолжает расти. А с начала 2017 года откроют новый ежедневный маршрут Урумчи, Алматы, Астана. К тому времени гостей будет встречать уже новый столичный вокзал. Стоимость его строительства оценивается в 50-60 миллиардов цинги.